здравствуйте друзья ну по многочисленным запросам наших зрителей я сейчас буду квасить или ферментировать вот это вот китайскую капусту на по каббич себя меня показывать себя показывать больше не могу потому что михаил нету думаю мне придется справляться своими силами поэтому мы переходим непосредственно к процессу ничего тут хитрого нет все очень стрит форвард но я буду комментировать так друзья все начинается вот с этого вот пакетика я вам его показывала где его можно купить на амазоне для американцев вот внутри лежат такие вот пакетики и это фактически живые бактерии живая закваска поэтому моя задача сейчас я налила в чашечку немножко теплой воды она такая чуть тепленькая поскольку мы сахар не используем я взяла пакетик органической стиле и брошу сюда пакетик и высыплю сюда этот порошочек и пока я буду шинковать капусту она эта бактерия должна жить вот и мы туда вот ее выльем готовый продукт вот вы видите я высыпала порошочек в эту посудку да она еще не растворилась здесь но я сейчас помешаю она растворится и это бактерии начнет оживать потому что идут сладенько тепленько не после холодильника и намного здесь комфортнее за это время я пошинкую капусту этот вот раствор она в нем оживет и мы сможем его использовать вот наша капуста лежит а я ее почистила сняла верхние листочки чтобы они не попадали в готовый продукт разрезаю ее вдоль и вынимаю из нее вот кочерыжку да а теперь вот так вот спокойненько и нарезаю все и кидаю все в кастрюлю и туда же мы кинем вот у меня есть уже порезанная морковочка туда же мы кинем морковочку и чуть-чуть посолим вот таким образом одна половинка капусты порезана и теперь она отправляется вот в эту кастрюлю не знаю одной рукой я перемешала порезанную капусту с морковкой добавила немножко соли и сейчас я порезала буквально два зубчика чеснока вот он и брошу это в кастрюлю чеснок здесь нужен скорее для дезинфекции то есть не то что он там дает какой-то вкус так ну вот вся моя капуста уже порезана в этой кастрюле и я думаю что вот на эти три кочана все вместе где-то ушло меньше полной столовой ложки соли может быть наверное три четверти вот на такое огромное количество и это все благодаря тому что мы используем закваску противном случае она должна была бы кваситься вот соли наша закваска она уже полностью растворилась ничего на дне нет такая мутная водичка и я ее сюда вот эту кастрюлю вливаю ничего тут на дне не осталось все очень хорошо и теперь просто делаю это все водой так чтобы при легком нажатии вода покрыла всю капусту вопрос в том вот сколько воды например наливать да но вот сейчас вот я нажимаю на капусту вода не проступает да то есть это нашей закваски было маловато для того чтобы покрыть все это воды поэтому я подключают нас питьевой экранник стоит там кто-то спрашивал где у вас питьевые краники вот питьевый краник и смотрю сколько воды сюда налить чтобы она все-таки эту капусту покрыла дело в том что я поскольку бросила целый порошочек сюда то у нас бактерий этих будет довольно много и я наливаю воды много для того чтобы она оставалась лишняя потому что потом не может на горцы положить любые другие овощи то есть когда уже закваска пойдет эти бактерии начинают размножаться и эту воду можно использовать для того чтобы квасить вот сейчас вот вода покрывает ее да вот дадим ей еще немножко набраться тут побольше воды уже в принципе вот этой закваски на 6 литров хватает но здесь у нас наверно меньше вот теперь мне нужно положить тарелочку а нет я сейчас положу сюда укроп для того чтобы это капуста не всплывал вот что вот сейчас вот я его трамбовую да она всплывает мы ее укропом этим просто придавим с стороны с другой стороны от укропа она будет хрустить хорошо вот друзья я разложила укропы видите капуста перестала всплывать она там надежно находится под этим укропом принципе можно оставлять какие-то листья капусты не порезанными и точно также закрыть листьями капусты но мне укроп чем больше нравится тем что от него капуста еще и хрустит тому же вот я беру тарелочку естественно это как все вы знаете да делаю внед из нее сюда сверху мы поставим на нее банку с водой чтобы она была вся в воде вот и буквально через два дня на третий капуста будет уже готова будет веселенькая такая желтенькая красивая и вкусная и полезная самое главное да а поскольку это все живая бактерия это все вот пробиотики то это все очень полезно и есть и пить для желудка и для борьбы с андитой ну вот друзья последний штрих до поставила я сюда виде гнета банку с водой закрыл я крышку что вода не вытекала нажали так чтобы выпустить воздух уже там воздуха нету никакой воздух не булькает вот ну и считайте процесс ферментации начался ну вот друзья вот через пару дней вы видите капуста поменялась стал такой более желтенькой пахнет совершенно потрясающе укропчиком и мы сейчас переложим в эти баночки и поставим холодильник вот друзья получилось у меня таких две с половиной баночки и в принципе они могут стоять в холодильнике довольно таки долго они постепенно будут все кислее 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 становиться и потом можно если уже они перекислились и вы не успели это все съесть хотя оно все улетает вообще очень быстро то потом можно добавить опять же заменитель сахара чтобы на него таким кислым или сахарку или мед добавить то есть это живые бактерии они будут размножаться и продукт не будет портиться он будет окисляться вот именно с точки зрения ферментирования вот ну что же вот мы показали вам полный процесс приятного аппетита и желаю чтобы у вас все получилось это капуста получается красивее чем обычная она такая более оранжевая вот и получать такие весенние веселые баночки